По последним данным в двух больницах Инакева сейчас находится 11 человек, 8 из них с обострением хронической болезни из-за стресса, остальные же с незначительными травмами. Признаков отравления угарным газом и ожоговой травмы у больных нет. Более все поступили с сопутствующими заболеваниями, с постинфарктными кардиосклерозами, с стойкими изменениями после тренинственных инсультов. На сегодняшний день состояние больных удовлетворительное. Огонь полностью уничтожил больше трех десятков квартир, еще 21 пострадала частично. Свидетели рассказывают, что во время пожара люди выпрыгивали из окон, чудом никто не травмировался. Дома были, бежали, ребенку полотенце мокрое на голову, бежала с ним на голову, еще села в лифт, бежала и спасалась. В панельном доме было общежитие соцобслуживания, там жили одинокие пенсионеры. Жители сгоревших квартир пока поселили в местный отель. Сегодня комиссия осмотрела дом и признала, что здание можно восстановить. Была комиссия и сказали, что дом находится предварительно в удовлетворительном состоянии, будет делаться ремонт. Так что мы надеемся, чтобы быстрее войти в наши квартиры назад. Правоохранители города возбудили уголовное дело. Они подозревают зломышленников в намеренном уничтожении имущества. Мы осуществляем надзор за расследование этого дела. Дело пока фактовое, никаких фигурантов. Тут следственные действия. То есть выводы пока какие-либо дела? Да, устанавливаются экспертизы назначенные, устанавливаются причины возникновения пожара и ущерб. Рассматривается, конечно, в первую очередь неосторожное обращение по самому типу пожара. Неосторожное обращение с огнем. Теперь чиновники готовят проект капитального ремонта. Людей расселяют в три места на выбор. Есть два общежития и профилакторий. Заявки уже подали 24 погорельца. Инга Лапикова, Панорама.